В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о кино. В гостях у меня российский киноактер, кинорежиссер, сценарист Андрей Богатырев. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать в нашем городе в столь солнечную хорошую погоду. Спрошу первый вопрос, его все не любят, его надо спросить, как вам Владивосток, раз уж вы здесь первый раз. Честно сказать, я просто еще не успел. Вы же сами, наверное, знаете, что ваш город, он, то есть, сейчас в Москве у нас, наверное, там глубокая ночь, поэтому мое, так скажем, сознание еще не пришло в себя. Но то, что я увидел, ну, интересно, интересно. И мост очень эпично выглядит, вот этот огромный. Вот. И какие-то старый город мне вот понравилось, пока я к вам в студию ехал. Но я сейчас обязательно все посмотрю еще. Пока даже не готов ответить полностью вот на вопрос, потому что еще не видел. Да, но я думаю, потом оставите свои отзывы об этом где-нибудь. Да, не, мне вообще очень интересно, я вот сейчас ездил по Золотому кольцу, я очень вообще интересуюсь именно российскими городами, да, поэтому Владивосток одна из таких важных таких точек на карте, поэтому, конечно, тоже интересная. К сожалению, я долго не буду, вот, ну, вообще, мне кажется, на ваш город нужно долго, чтобы в нем пожить. У меня несколько друзей из Владивостока, я когда-то очень любил группу «Мумитроль», которая из Владивостока. Илья Логутенко, конечно. Да, да, да. Но он вам много может рассказать. Вы приехали в рамках восточного экономического форума. Да, 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 мы показываем здесь фильм. Что за фильм, что за лето? Рассказывай. Это фильм «Красный призрак», который мы делали долгих 7 лет. Он был готов уже в 2017 году, но так случилось, что лежал на полке, особо не был никому нужен. И потом, вот дай бог, дошел до зрителей, сейчас начинает набирать обороты и, так скажем, становится таким более известным, что ли. То есть, огромное количество отзывов, и чему мы очень рады, потому что этот фильм, это целый этап нашей жизни. Я имею в виду меня и мою команду. Давайте, подходите, Милиша. Есть шанс. Надежда есть. Может, что, бессмертный? Может, и так. Там нет призрака, только четыре с половиной партизана. Я плохо расслышал. Красных призраков стало уже пять. Это военное кино. Мы снимали этот фильм зимой в Масальске, Калужской области. И эта история соткана из рассказов ветеранов. Мы много смотрели советского кино. То есть, это такой, знаете, совершенно необычный фильм о войне, потому что нас, как творческую группу, совершенно не устраивает фильм о войне, который выходит в последнее время. И поэтому наш фильм – это фильм-ответ на это. То есть, у нас совершенно другой формат. У нас там есть юмор. Нет такого какого-то пафоса, уропатриотизма. При том, что фильм патриотический. Но вот я хочу именно подчеркнуть, что именно уропатриотизма нет. То есть, нет такого, так скажем, плоского патриотизма. Потому что к уропатриотизму я отношусь так не очень хорошо. Ну вот это интересный момент, потому что, мне кажется, в нашей стране, особенно старшее поколение, я не говорю про молодых, наверное, мы уже мыслим немножечко иначе. А старшее поколение, оно все-таки воспитано вот в этом советском духе, где этот уропатриотизм. И как же воспринят этот фильм тогда? Вот я с вами не очень согласен. Мы изучили очень много советских фильмов. И действительно, советское кино – это вообще великое кино. И там действительно очень хорошие фильмы, и в них нет уропатриотизма. Вот, например, фильм «Они сражались за родину». Вроде такой культовый фильм, вроде как он такой… А на самом деле он не такой уж… Там нет пафоса, там очень живые истории, очень живые люди, очень живые персонажи. Там, например, герой Никулина, который у Шукшина берет табак, и пока Шукшина с кем-то разговаривает, но герой Шукшина, он забивает такую огромную самокрутку. И тут поворачивается и говорит, ты что делаешь? Он говорит, а я из чужого табака не умею маленький крутить. То есть такие живые моменты, и там как раз нет этого пафоса, там живые люди. А там еще многие воевали. Там Никулин воевал вообще там 7 лет, то есть был на войне. То есть это люди, которые знают, о чем говорят. Поэтому лучшие советские фильмы как раз без уропатриотизма. А вот именно советские фильмы такие формальные, что ли, да, более формальные, их тоже достаточно много, они вот уже начинают подзабываться, так скажем. А вот эти живые картины, они наоборот. Вот «Те же летят журавли» – это совсем неформальный фильм и неуропатриотический. Но при этом насколько он патриотичный, да, то есть насколько в нем много любви. Потому что, на мой взгляд, истинный патриотизм – это органичная любовь. Вот как к матери, органичная любовь. Вот я, например, я же не бегу там кричать, это моя мать лучшая, там, наоборот. Любовь к моей собственной маме, да, это вызывает уважение. У меня другие материя, так скажем, да. То есть я понимаю, что, ну, у каждого своя мама. И ты начинаешь, наоборот, даже больше уважать, там, каждую, так скажем, маму, так скажем. Поэтому патриотизм и уропатриотизм во многом друг другу противоречат. Интересно, но я читала отзывы, да, и почему-то мне показалось, что лента несколько была противоречива для зрителя. Нет? Не было такого? Ну, вы знаете… Вызывали вопросы, вызывал вопросы жанр, вызывал вопросы… Ну, много этих вопросов было, да. То есть как все это… Да, безусловно, это такой немножко новый подход. Поэтому новый подход всегда вызывает определенные противоречия, да и слава богу. На самом деле, для искусства, для любого, в частности для кино, всегда классно, когда есть одному очень нравится, а другому очень не нравится. Вот на таких моментах это классно. А если все так скажут, ну, нормально, вот это уже плохо. Но сейчас этот фильм, я знаю, что он очень популярен, стал на Иви, на Кинопоиске, но в прокате при этом как-то незаметно прошел. Да, причина такая. Мы вышли в очень, конечно, плохое время для такого фильма. То есть, во-первых, пандемия, но это даже во-вторых. Во-первых, 10 июня, то есть фильм зимний, военный. И если бы он вышел зимой, потому что, ну, насколько вы знаете, прокат, он вообще зимой, так скажем, оживает. Да, да, да. А летом очень трудно, поэтому очень неудачное время выпуска. И потом, второй момент, это у нас было очень мало денег на рекламу, честно сказать, практически не было. Поэтому наш фильм просто прошел немножко незамеченным. Многие просто не знали, что он идет в кино. Но теперь, когда он вышел на интернет-кинотеатрах, действительно он добирает. И у нас уже оценок очень много положительных. То есть, у нас на Кинопоиске 7,2 и 3 человека из 10 голосуют ставить десятку. То есть, для нас это очень хороший показатель. То есть, где-то 5% людей ставят оценку выше 7. То есть, 7,8,9,10, что очень неплохо. А по количеству оценок мы уже опередили и Зою, и подружеских курсантов вместе взятых. И это для нас вот счастье, потому что, я говорю, мы с моими друзьями делали этот фильм. И это была наша мечта, и мы ее реализовали. И на это потребовалось 7 лет. И поэтому мы сейчас как бы вот кайфуем именно того, что это людям нравится. Вот это для нас самое важное. А почему так много времени? Почему 7 лет? Потребовалось на то, чтобы зритель увидел, наконец, эту ленту? Ну, вы знаете, вначале мы долго... Ну, вначале мы сами виноваты. Мы долго писали сценарий. Мы такие немножечко тормозные. Вот у нас четыре друга. Я, Вячеслав Шахалеев, Костя Симонов и Павел Абраменков. Ну, мы все связаны с кино. Я режиссер, они актеры. И мы когда-то начали этот сценарий писать вместе. Дали друг другу слово, что мы обязательно реализуем этот фильм. Они сыграют роль. Я как режиссер выступлю. И мы достаточно долго писали, собирали у ветеранов истории, которые включали сценарий и так далее. Потом мы очень долго искали финансирование. Это очень нелегко. Грамм. Да. Нас поддержало Министерство культуры, чем мы им очень благодарны. Это действительно очень важно. То есть они нас поддержали. И у нас были уже деньги для того, чтобы как-то начать. Но нам нужно было, конечно, найти еще финансирование. Это очень непросто. Это вообще самое сложное в кино. Снять кино – это не так сложно. Да. Где найти деньги? Да. Вот это самое сложное для всех, я думаю. И потом, вот самый, наверное, грустный этап – это когда фильм уже был готов, но, наверное, потому, что он нестандартный и немножко не вписывается, так скажем, в тренд наших фильмов о кино. Но вот три года нас никто не брал, ни один канал, ни один прокатчик. И только сейчас уже задним числом многие как бы меняют свое решение и в каком-то смысле понимают, что, может быть, ошиблись. Но уже как бы действительно время ушло. То есть прокат мы, так скажем, прошли так себе. Но зато вот сейчас уже цепная реакция. То есть сарафанное радио, люди рассказывают друг другу о фильме, и он уже продолжает жить. Так о чем все-таки лента? Давайте вот мы понимаем, что это истории ветеранов, но как они складываются? Это как дневники, есть какая-то конкретная история? Очень четко, да, все. Но с одной стороны, конечно, хочется сказать, что посмотрите фильм, приходите и узнайте. Потому что дело в том, что в этом смысле фильм очень четкий, то есть вот прям там все понятно. Но это фильм о неизвестном солдате, это фильм о неком духе, который живет. И это причем там нет никакой мистики, то есть это такое некое философское обобщение, почему выиграли войну, что у нас такое есть, какой в нас в каждом живет супергерой, так скажем, потому что мы поняли, что вот в Америке супергерой – это персона, отдельно взятый человек. А у нас все-таки другой менталитет, и мы поняли, что у нас это не отдельно взятый человек, а это некий образ. И когда один, так скажем, красный призрак погибает, на его место встает другой. И так скажем, красного призрака убить невозможно. И он живет вообще во всех героях, то есть таким образом, как мы, некую такую мысль, что случись беда, там и вы, и я, может быть, станем красными призраками. Я честно признаюсь, я не успела посмотреть за одни сутки, потому что, да, но теперь мне стало интереснее несколько раз. Вот вы пообещали. Да, я напишу вам потом обязательно. Да, очень интересно. Чего ждете от встречи на ВЭФ? Как это будет проходить, во-первых, да? То есть это будет презентация вашей ленты. Да. Кто будет зритель? Ну, я надеюсь, что мы приедем, представим картину. Владимир Владимирович Путин придет, посмотрит. Ну, это, конечно, мечты. И скажут, срочно, срочно вас отправить в прокате. Да, и скажут, вот, да, давайте-ка ее обратно в прокат. Не, ну, конечно, это некоторые мечты, но просто на самом деле у меня сейчас одна задача. Мне, честно сказать, там, не важны, там, фестивали, там, призы, еще что-то. Мне важно самое главное – просто показывать фильм зрителям. Поэтому самая моя главная задача – показать здесь людям, рассказать о фильме. Вот, возможно, ну, поскольку все-таки это экономический форум, большое событие, возможно, как, наверное, здесь и у многих задача – это познакомиться с новыми людьми, возможно, заинтересовать потенциальных инвесторов, потому что у нас есть много проектов интересных. Все они направлены, так или иначе, на такое именно наше кино, то есть нам интересна именно наша культурная традиция, нам интересна. Мы, опять же, при разработке «Красного призрака» делали упор именно на советское кино, на наше кино, и все наши проекты, которые, так сказать, в нашей студии есть, они так или иначе связаны с нашей историей, с нашей культурой. То есть это, вот, например, у нас есть фильмы, цикл фильмов по славянской мифологии, ну, то есть это все связано именно с российской культурной традицией. Но это ваша не первая режиссерская работа? Нет, нет, это уже седьмой полнометражный фильм, просто это, до этого я снимал такое, ну, можно сказать, более фестивальное кино, более авторское кино, и «Красный призрак» – это первый такой зрительский фильм. В вашем послужном, в вашем творческом списке актер, режиссер, сценарист, монтажер, еще и лидер группы. Что из этого главное? Ну, главный, конечно, режиссер и продюсер, потому что я очень хочу, сейчас вот открыл студию, и хочу еще запускать молодых режиссеров, которые, так скажем, являются моими единомышленниками, вот, и сам, как режиссер, поработаю с другими продюсерами, я понимаю, что самое классное – это не лезть к режиссеру, а ставить его в покое, дать ему свободу, и вот то, что я хочу реализовать в своей студии, вот, а рок-группа – это скорее мое хобби, то есть то, что я очень люблю, я очень люблю, я уже сказал группу «Метроль», там, ну, и, так скажем, многие другие коллективы, в том числе и российские, и западные, и всю жизнь у меня параллельным курсом шла музыка, моя рок-группа, и это, так скажем, для меня то, в чем я отдыхаю. Ну, а актерская деятельность, и, так скажем, это все-таки смежные вещи, то есть иногда друзья мне звали сниматься, сценарий я иногда писал для своих собственных проектов, то есть, а монтажер, ну, это тоже каждый режиссер, – Ну, это одно, другое цель, да. – Каждый режиссер отчасти монтажер, потому что он садится, либо сам монтирует, либо там, ну, вместе работают с режиссером монтажа, то есть, это такие смежные, это можно, в принципе, приписать почти каждому режиссеру. – Да, это как у нас на телевидении, и ведет, и монтирует, и сам себе пишет, так же у вас приблизительно. – Ну, я пытаюсь жить интересно, я вообще главное для себя ставлю, то есть, для меня приоритеты, наверное, самые главные, может, так прозвучит пафосно, но не деньги, ничего, просто интересно жить, то есть, действительно жить здесь и сейчас. – Ну, я думаю, раз вы на день прилетели из Москвы во Владивосток и улетаете… – Да, 9 часов к вам, 9 часов обратно, и здесь, там, условно говоря, там несколько десятков часов. – Раз уж мы заговорили про режиссуру, молодая гильдия режиссеров, вы говорите, лучше не лезть. – Почему нельзя лезть к режиссеру? – Понимаете, дело в том, что вот существует такой термин «продюсерское кино», то есть, когда продюсер ставит какие-то условия, влезает в работу режиссера, но очень часто является непрофессионалом сам в этой области. – Инвестором. – Да, и получается так, что он лезет вроде как помочь и сделать вроде как лучше, а на самом деле получается как всегда, поэтому… и это очень видно, заметно, и сейчас, конечно, такая эпоха продюсерского кино, когда продюсеры, часто являясь экономистами, юристами, то есть, непрофессионалами в области кино, влезают в производство, влезают в работу актеров, в написание сценария, в монтаж, и в итоге получается хуже, потому что режиссеры так или иначе все равно профессионалы, они заканчивают либо институт, все-таки там надо 4 года учиться, либо сейчас появилось, конечно, очень много разных новых институтов, так скажем. – Да? – Но все равно это более профессиональные люди. И поэтому, когда нам в детстве говорят, тебе надо вот выучиться, ты должен вырасти, получить профессиональное образование, а получается очень интересно, ты вырастаешь, получаешь профессиональное образование, а потом непрофессионалы, тебе говорят, как делать. Вот это очень неправильно. это неправильная политика. Тебе, мне кажется, как продюсеру нужно выбрать режиссера и уже доверять ему, уже дать ему, так скажем, работать и, соответственно, например, выбирать актеров, стиль фильма, работать на драматургии, работать над ножом. Это все, мне кажется, режиссерская вотчина, так скажем. – То есть это та история, если простым языком выразиться, да, совсем уж простым. Есть дядя, у которого есть деньги, он говорит, я вам эти деньги дам, вы снимете фильм, но хочу я, чтобы здесь было так. – Ну да, да, конечно, конечно. Хочу, чтобы такие актеры играли, хочу, чтобы такой монтаж был, а вот вы не делаете, а мы сейчас лучших монтажеров возьмем. Это все… – Это неправильно. – Это совсем неправильный подход. И это, кстати, не только в России. Проблема – это мировая. Вот сейчас американское кино, на мой взгляд, очень сильно просело в уровне, я имею в виду не в техническом, фильм. Технический уровень – это вообще не проблема. Там, снять на хорошую камеру, на хорошую оптику, операторы прекрасные. Дело… Режиссура – это совсем другое. Режиссура – это когда режиссер определенное видение показывает, определенную точку зрения, показывает метафору, показывает образ, работает непосредственно с эмоциями. Не с фактическим сюжетом, кто куда пошел, кто там нашел, не знаю, лазер какой-то, кто кого чего убил, а зачем это все происходит. То есть, что именно стоит… Конечная цель. Да, какое зерно в этом, о чем фильм. Я всегда привожу в пример фильм Кэмерона «Терминатор 1». Вот это замечательный пример, потому что там есть именно зерно, это фильм о том, как человек может ли изменить свою судьбу или нет. В фильме стоит такой вопрос. И метафора заключается в том, что за героями фильма идет смерть в виде терминатора. Он похож на смерть, это просто вот череп железный. Ну да. Вот. И потом в конце фильма очень хороший вопрос, смогли ли мы изменить будущее, кто знает. И вот сюжет, фактический сюжет обслуживает, так скажем, вот эту глобальную мысль. А сейчас очень часто фактический сюжет просто ради фактического сюжета. Ну да, посмотрел и забыл. Ну да, туда побежали. Как жевачка такой. Да, побежали. Ну то есть это вот, тем самым фильмы становятся очень плоскими. Я вот тут недавно смотрел «Годзилла против Конга». Я прям смотрел. Я его смотрела. Это так, так скучно смотреть, потому что ну просто какая-то большая обезьяна и просто какой-то большой ящер. Вот. Никаких смыслов, никаких подводных камней, никаких метафоров, все из штампов. Опять девочка, опять папа, опять он папа не верит девочке. Все одно и то же. Вот такое ощущение, что это снимает вообще один и тот же режиссер. А все это из-за того, что вот есть продюсерское кино, есть продюсеры, которые говорят вот так надо, люди не поймут, для людей надо проще и так далее, и так далее. И постепенно опускается эта планка. Интересно. Какие еще проблемы тогда испытывает сегодня наше российское кино, если мы понимаем, что это деньги, да, это проблема, это, ну да, это связано именно с деньгами, даже если вам диктуют, что делать. А какие еще есть проблемы? Может быть это актерский состав или все прекрасно с этим? Ну, проблема нет. Проблема российского кино заключена в нескольких, так скажем, папках. Продюсерское, вот то, что мы уже так более-менее обсудили. Есть еще проблемы со сценариями. В России достаточное количество непрофессиональных сценаристов, КВНщики, которые пишут, то есть огромное количество людей, непрофессионалов, которые пишут. И поэтому уровень сценариев, на мой взгляд, пока ниже среднего. И это проблема, в отличие, опять же, от американского кино, где очень высокий уровень сценарного мастерства. Но я в этом смысле оптимист, я считаю, что у нас в принципе все идет к лучшему, потому что у нас сейчас появилось много интернет-площадок, появилась большая конкурентная среда, очень много пишется, количество перейдет в качество рано или поздно. Следующая проблема, кроме сценариев, это прокат. Российские прокатчики держат, так скажем, в прокате только супер большое кино. Понимаете, каким-то фильмом со средним бюджетом удержаться в прокате почти невозможно. Вот, например, на примере нашего фильма. У нас был только один уикенд. Только вот пятница, суббота, воскресенье, три дня. Ну, это очень сложно. Дальше все. Мы дальше там 50% понижения, а через там 10 дней, я говорю, ну, многие друзья говорят, ой, мы не успели, давайте пойдем. Уже даже сеансов нет. То есть в таких условиях невозможно говорить о том, что, ну, будет какая-то такая нормальная конкурентная среда, так скажем. Ну, и в основном идут американские блокбастеры, американские блокбастеры. Они стоят везде, они стоят на все сеансы. И в этом смысле это такая немножко антинациональная политика. Потому что, с одной стороны, большие, под большие наши фильмы, потому что такая клановая система все-таки в России, под большие фильмы у нас все так разгребают, под нужные, да. А под все остальные это крутись как хочешь. Это просто, знаете, такое очень сложное мероприятие попасть в российский прокат. Поэтому вот это еще одна проблема. Ну, и еще одна проблема, это, конечно, большие продюсеры, имея большие связи, опять же, возвращаясь к клановой системе, всегда могут получить большой бюджет, большой рекламный бюджет. И это не связано с качеством фильма. То есть качество фильма может быть очень низкое, но бюджет у него все равно будет огромный. И более того, провалившись в прокате, на следующий год этот же продюсер получит еще больше денег, чтобы снять еще один фильм и опять с ним провалиться в прокате. А такие вот кинематографисты, например, как я, мы получаем постоянно отказ почти каждый год в фонде кино и так далее. И очень сложно пробиться, очень сложно получить финансирование. То есть это практически как чудо какое-то. А фестивали? А фестивали не дают ни к чему. То есть, к сожалению, фестивали это такая немножко… Ну, признание какое-то. Они не дают ничего. Узнаваемости. Ничего, никакой узнаваемости. То есть в фестивале как бы… Ну, то есть я вот так привык честно говорить. Это очень приятно. Это ты там участвуешь. Такая тусовка вроде там. Но это не дает ничего. Ни финансовые никакие дивиденды. Ни имиджевые. Ничего. Ну, остается только надеяться, что Восточноэкономический форум, может быть, даст какой-то импульс развитию вашему творчеству. Ну, дай бог. Нет. Я на самом деле говорю… Это я просто высказался о проблемах. На самом деле я оптимистично настроен. Я считаю, что российское кино в целом растет. Что есть много сейчас авторов помоложе, и молодых продюсеров, более профессиональных, и новых студий. И я считаю, что у нас вот лет через десять будет, я думаю, что такая более крупная, более осознанная киноиндустрия. Ну, то есть может даже и меньше. То есть поэтому я в этом смысле совсем не пессимист. Просто я обозначил некоторые проблемы, которые есть. Ну, они везде есть. Ну да, они везде есть. В любой стране, и более того, некоторые проблемы очень схожи. Я же говорю, продюсерское кино – это проблемы и Америки, и России. Сегодня очень стало модным, я бы так сказала, снимать «Наш город». Уже несколько лент буквально едут к нам из столицы во Владивосток, снимают. Вы пока еще для себя не присмотрели? Да вот сейчас поеду смотреть, дай бог. Для меня, опять же, самое важное в кино – это драматургия, стили, игра актеров, место для меня не так важно. Если сюжет фильма как-то будет проходить через Владивосток, что у вас город-то интересный, то я буду только счастлив приехать. Потому что у нас привыкли все в Москве. Ну вот уже ездят к нам и ездят. Ну а вот к вам начали ездить, отлично. Не, Владивосток – очень интересный город, я очень надеюсь, его посмотреть и даст бог снимать здесь вообще счастье. Что в ваших планах дальнейших? Ну вот на перспективу. Может быть, лента какая-то следующая, когда нам ее ждать? Я думаю, что это опять же зависит от прокатчиков, от продюсеров, но я думаю, что на следующий год выйдет фильм, который мы только что сняли, почти той же командой, что «Красного призрака». У нас такая дружная команда. Команда популярная. Хорошая, да. Узнаваемая очень. Вольгин Черни, Алексей Шевченков там снова играет. И тот же композитор. Ну то есть прям дружная, хорошая наша команда. И мы сделали тоже очень необычный проект, который называется «Легенда о самбо». Это о создателях самбо, это 30-е годы. Там мы взяли за основу стиля конструктивизм 30-х годов. Такой необычный стиль, наши плакаты 30-х годов. То есть это будет такой визуально очень необычный фильм. Опять же, мы не боимся делать необычные проекты. И при этом это боёпик и боевик. То есть это вот, он с одной стороны и артовый, с другой стороны и жанровый. И опять в нём будут смешения жанров. Вот когда посмотрите «Красного призрака», поймёте, чем я говорю. Ну что ж, я желаю удачи вам во всех начинаниях. Ну и провести здесь у нас время как можно полезнее и приятнее. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». А говорили мы сегодня о фильме «Красный призрак» и о российском кино. В гостях у нас был российский киноактер, кинорежиссёр, сценарист Андрей Богатырёв. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова